Что будет с экономикой России в 2024 году? Дефицит бюджета запланирован на уровне менее 2 триллиона рублей. Это приблизительно 1% от планируемого голового внутреннего продукта. Это не очень большая величина. Цифровая зависимость у детей. Чаровая молния. Стоит ли ее бояться? Всем привет! В эфире универновости, а в студии Елизавета Газизянова. В малом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» прошло мероприятие для студентов первого курса Казанского федерального университета из Китайской народной республики. Встречу провели в целях знакомства иностранных студентов с основами законодательства Российской Федерации и воспитания дисциплины в предлагаемых условиях проживания. С приветственной речью выступил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев. Он напомнил о важности соблюдения Уголовного кодекса РФ и внутренних правил университета. Сотрудники Министерства внутренних дел РФ рассказали о законах государства. Также на встрече присутствовали представители Генерального консульства КНР. А для большего понимания выступления переводились на китайский язык в режиме реального времени. До этого мы собирали ребят из Центральной Азии, из Туркменистана отдельно, из Ирана были отдельные встречи. А также мы проводим встречи в институтах. Встречи в институтах играют роль знакомство с администрацией своего института, чтобы каждый иностранный студент знал, к кому обратиться в случае каких-то проблем. Знал лицо зама по воспитательной, по международной деятельности, зам директора, знал директора и так далее. И вот эти встречи в более таком большом масштабе мы проводим уже для встречи, в том числе с представителями Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, отдельных служб в рамках этого министерства, которые занимаются вопросами экстремизма, оборота наркотиков, которые занимаются вопросами миграционного учета, чтобы каждый из руководителей этих служб мог выступить перед студентами, донести важную информацию, связанную с требованием с соблюдением законодательства Российской Федерации. В Казанский федеральный университет с рабочим визитом прибыл советник посольства Исламской Республики Иран по науке и образованию, официальный представитель Министерства науки, образования и здравоохранения ИРИВ Российской Федерации, профессор Хади Гударзи. Проректор по внешним связям Тимирхан Алишев совместно с заведующим отделом экспериментальной хирургии и симуляционной медицины Алмазом Гараевым показали гостям, как устроен Центр симуляционного и имитационного обучения в Институте фундаментальной медицины и биологии. Также на встрече обсудили вопросы дальнейшего поступления студентов из Ирана в Казанский федеральный университет. 17 ноября Государственная Дума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период с 2025 по 2026 год. О текущей экономической ситуации в стране и о том, как будут распределяться расходы и доходы государства по результатам третьего последнего чтения, узнаете в следующем сюжете. В третьем чтении проекта федерального бюджета были утверждены дополнительные индексации пенсий и социальных пособий, а также обсуждались вопросы развития экономической ситуации в стране, благодаря которым к 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. Также планируется увеличение средств с 8 до 11 миллиардов рублей на государственную поддержку российских организаций для снижения затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. По прогнозам, уровень инфляции в ближайшие три года не превысит 4,5%, а величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в 2024 году возрастет. Дефицит бюджета запланирован на уровне менее 2 триллионов рублей. Это приблизительно 1% от планируемого валового внутреннего продукта. Это не очень большая величина. Если удастся удержать дефицит именно в этих параметрах, это будет очень позитивно для российской экономики. Федеральный бюджет включает в себя доходную и расходную части. Доходная часть бюджета состоит из налоговых поступлений, акцизов, которые предусмотрены для отдельных групп товаров, таможенных пошлин и других прибыли государства. Во вторую часть бюджета входят социальные расходы, расходы на национальную оборону, образование, здравоохранение, жилищное строительство, инфраструктуру и другие ключевые сферы. Федеральный бюджет в части доходов формируется за счет налогов различных видов, уплачиваемых физическими и юридическими лицами, а также таможенных пошлин, доходов от использования государственного имущества, в том числе из дивидендов по государственным пакетам акций и других доходов. Что касается расходов, то расходы направляются на финансирование различных федеральных программ, на содержание различных федеральных ведомств. Принятый Государственной Думой закон о федеральном бюджете предусматривает увеличение в 2024 году доходов и расходов бюджета приблизительно на треть, что является большим показателем. Так как в текущем году был замечен сильный рост цены налогов, данные меры помогут улучшить ситуацию на рынке. Также не менее важно отслеживать курс рубля. Поскольку значительная часть, примерно около трети федерального бюджета, напрямую зависит от так называемых нефтегазовых доходов, то есть доходов, связанных с экспортом нефти, нефтепродуктов, газа. Соответственно, при снижении курса рубля рублевый объем таких продаж растет, растут и налоги, которые связаны с этими продажами. Вместе с третьим чтением проекта федерального бюджета депутаты приняли постановление Государственной Думы, где ключевым направлением стала поддержка регионов в рамках межбюджетных направлений. Также предстоит проработать вопросы снижения долговой нагрузки и обеспечить поручение президента по повышению минимального размера оплаты труда. Кристина Отекина, Универновости. 21 век – эпоха цифровых технологий, развитие которых набирает обороты в геометрической прогрессии. Почти каждый день мы можем наблюдать за появлением все новых приложений, гаджетов и других разработок в технологической сфере. Все это имеет и обратную сторону, в том числе зависимость от смартфонов, планшетов и компьютеров с самого раннего возраста. В деталях разбиралась Валерия Карташова. По статистике, 88% детей в возрасте от 7 до 10 лет уже имеют свой личный смартфон или планшет, а 92% респондентов родителей заявляют, что отдают гаджет ребенку, чтобы чем-то увлечь его в поездке. Все это говорит о воспитании нового поколения, у которого мышление уже с самого младенчества формируется на основе контента, который они просматривают. Чаще всего малыши увлечены просмотром видеороликов на площадке YouTube. В лучшем случае родители подключают им специальный сервис от хостинга для детей. В худшем – оставляют свое дитя наедине с потенциально опасным контентом. Поколения Google родились в цифровом мире, и другой реальности они просто не знают. Если мы говорим про активных родителей, нужно рекомендовать именно контроль, погружать в другую среду, не в среду гаджетов, а когда ребенок читает книги, когда он смотрит фильмы, причем сложные книги, сложные фильмы, когда он слушает сложную музыку, для того, чтобы погрузить все-таки, ну, как бы, скажем так, вырвать его из виртуальной среды в нашу, где мы коммуницируем. Это я про активных родителей. Пассивным родителям, конечно, проще этим не заниматься, проблему они в этом особую не видят. Основная опасность заключается именно в неосознанном подходе ребенка к выбору контента и неосведомленности родителя. В наше время существует множество способов защиты детей от нежелательной информации во всемирной паутине. Один из них – функция родительского контроля на смартфоне, самый распространенный. Он позволяет родителю ограничить экранное время ребенка, заблокировать ему доступ к определенным приложениям и сервисам, а также отследить его местоположение. Для матери или отца это хороший способ не беспокоиться о том, что ребенок сможет увидеть то, что шокирует его слабую психику. Однако нередко случается и так, что юный пользователь смартфона и компьютера может переживать психологическое давление из-за излишнего контроля. Коммуникация – это самое основное, что сейчас важно все-таки детям прививать. Вообще, на самом деле, должен быть везде баланс. Я за родительский контроль, но мягкий в каком плане – мы договариваемся. То есть ты учишься, ты делаешь домашние задания. Я вижу, что ты получаешь хорошие оценки, что ты участвуешь в определенных конференциях, проектной деятельности и так далее. Я всегда готова, ну скажем так, дать тебе телефон, но это должно быть в строго ограниченном времени. После всего вышеперечисленного становится ясно, что главная ответственность за то, что и где смотрит ребенок в сети, лежит на его родителях. Ведь даже закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, не может дать стопроцентной гарантии, что дети не смогут найти нежелательный контент. Отметим, что подростковая зависимость от гаджетов, несомненно, актуальна в наше время. То, в какую сторону будет работать постоянное нахождение смартфона в руках подростка, зависит напрямую от воспитания и того, какие установки вкладывают мать и отец в голову ребенка. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Дождь, гром и молния – погодные явления, которые уже давно не пугают людей в своем привычном понимании. Однако необъяснимые до сих пор шаровые молнии вполне способны стать причиной паники и страха перед необузданной никем погодой. Невероятно мощные сгустки энергии проникают в дома и квартиры и поражают разрядом все вокруг себя. По крайней мере, так говорят очевидцы. Однако в лабораторных условиях ученым так и не удалось создать что-то подобное и все, что им остается – опираться на высказывания тех, кто сталкивался с этим явлением. Так ли это на самом деле – узнаете в следующем сюжете. Многие природные явления уже давно были исследованы учеными вдоль и поперек, воссозданы искусственно в лабораториях и доказаны с опорой на неопровержимые факты. Однако малая часть из них до сих пор будоражит сознание людей. Ярким примером выступает шаровая молния – природное явление, выглядящее как светящее и плавающее в воздухе образование. Чаще всего свидетелями его становятся люди неподготовленные – те, кто не могут точно определить свойства объекта и дать какую-то целостную характеристику увиденному. Как раз-таки этот факт и стал причиной сомнений в реальности происходящего. Это явление очень загадочное. До сих пор точно неизвестно, что же представляют из себя шаровые молнии. При этом, в общем-то, какие-то исследования, еще раз говорю, немногочисленные, показывают, что в них содержится достаточно большое количество металла. Широко распространено мнение, что шаровая молния – явление электрического происхождения естественной природы, то есть представляет собой особого вида молнию, существующую продолжительное время и имеющую форму шара, способного перемещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории. Было сделано несколько заявлений о получении шаровой молнии в лабораториях, но в основном к этим заявлениям сложилось скептическое отношение в академической среде. Остается открытым вопрос, действительно ли наблюдаемый в лабораторных условиях явление тождественное природному явлению шаровой молнии. На данный момент не существует точного ответа на этот вопрос. Все лабораторные работы являются лишь мнимым доказательством формирования шаровых молний в реальных условиях. В искусственных условиях шаровые молнии так до сих пор и не удалось создать, то есть образовать. Почему? Потому что образуются такие вот как бы прокси-шаровые молнии, но они существуют очень небольшое количество времени, раз и нет ее. По словам экспертов, на основании исследований есть убеждение, что механизмов формирования и типов шаровой молнии может быть несколько. Шансы научного наблюдения этого типа молний ничтожно малы. Например, из 12 тысяч фотографий, сделанных сетью наблюдений за метеоритами в Соединенных Штатах Америки, приборы которой постоянно регистрируют явление в ночном небе, за более чем 10 лет зарегистрировали только два возможных случая появления шаровой молнии. Большинство вот таких вот случаев считается, что это показалось. Даже теория была в свое время выработана, это не сейчас даже теория была выработана, а еще, скажем, в исторические времена, то, что вот это как бы не шаровая молния образуется, а неким образом некие флюиды в глаз попадают, и человеку просто кажутся, что там образовалась шаровая молния. Десятки европейских ученых подтверждают существование шаровой молнии. Они обозначают это явление как феномен, в котором существует множество наблюдателей, но очень мало научно задокументированных фотографий, видео или сделанных измерений. Именно поэтому относиться к нему следует с осторожностью, не отвергая, но и не расслабляясь. Елизавета Газизянова, Аделя Файзулина, Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова